У нас в гостях Алина Ислама Валентиновна, организатор конкурса «Из века в век», также заведующая отделом Народного Творчества Государственного Центра Народного Творчества Красноярского Края. Доброе утро. И также у нас в гостях образцовый ансамбль народной песни «Морожка» и два ее руководителя, это Светлана Головина и Людмила Журавлева. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Как настроение? Хорошее. Масленичное ли оно? Мы всю неделю соблюдаем традиции, по крайней мере стараемся это делать и сегодня что-то вот из традиций этой недели. Есть у вас в репертуаре и в концертах номерами? Во-первых, у нас девочки сами пекли блины. Какие молодцы. И мы хотим сегодня всех поздравить сегодня тещиной вечерки и спеть масленичную песню. Хорошо. Давайте мы споем немного позднее. Сначала мы обсудим то мероприятие, благодаря которому мы сегодня здесь собрались. 25-26 марта у нас в Красноярске пройдет фестиваль «Из века в век». Краевой конкурс детских и молодежных фольклорных ансамблей «Из века в век». И «Морошка» будет выступать в номинации ансамбля «Народные песни». Ну, надеюсь, и порадует нас. Хотя на самом деле там еще есть фольклорный ансамбль этнографического направления, фольклорный ансамбль сценического направления и «Скоморошина», то есть «Народный театр». Вот давайте вообще поговорим про это мероприятие. Как давно оно в Красноярске проходит? У него история уже, я понимаю. Ну, вообще оно в Красноярске проходит с 1992 года практически ежегодно. Он, бывало, мероприятие проходило под другим названием, но общий смысл у него остался тем же самым. Вот знаете, получается, конкурс уже 23 года, если математически мои расчеты не изменяют. Интерес к фольклору, он не уменьшается ли? Вот в связи с современным сейчас гаджеты везде... Ну, и я вижу, что в основном молодые люди как-то у нас в составе коллективов. На самом деле коллективов меньше не остановится. Не могу сказать, что их резко прибавляется. Для того, чтобы участвовать в фольклорных конкурсах, нужно не просто петь, нужно еще быть знакомым с традицией. Мы приветствуем исполнение фольклорных произведений Красноярского края. Нужно стараться выглядеть традиционным образом, без безобразий на голове, потому что традиционный образ, он предполагает прибранную голову. Ну, и там много еще всевозможных нюансов. Мы прирастаем. У нас одно время было только две номинации. Фольклорный ансамбль этнографического направления и фольклорный ансамбль сценического направления. Мы прирастаем, потому что в следующий год, видимо, у нас будет ансамбль народной музыки в придачу. Потому что... Ну, коллективов становится больше. Нет, не потому что коллективов становится больше, потому что к фольклору проявляют интерес разные... Ну, разные коллективы, коллективы разных направлений. Светлана Малентиновна, так, по сути, кто побеждает? Как вы... По каким критериям оцениваете? Это все-таки вокальный такой конкурс или конкурс исторической реконструкции? Нет, это конкурс вокальный, но для фольклористов важно не только чисто петь... Но и соответствовать. Но и соответствовать в разных направлениях и понимать, что они делают. И мировоззрение должно быть, ну, немножко не таким. Ну, и там, на самом деле, много нюансов, но исполнительское мастерство – это очень важно. У этих молодых людей, ансамбля «Морошка», как вот с соответствием, как вот у них с идеологией? Как вы считаете? Мы просто их еще не знаем, сейчас они петь будут? Они сейчас поют, и станет понятно, что они поют хорошо, а они уступают в номинации в ансамбле народной песни. Это не фольклорные ансамбли, но они исполняют фольклорный материал. То, собственно, к чему мы стремимся, чтобы как можно больше людей исполняло фольклорный материал. Пока еще не исполняют, но вот прямо сейчас, я надеюсь, этим займутся. Прошу вас, дорогой, наш ансамбль. Мы маслицы дожидали, мы в окошечках выглядали, мы на горушку выходили, блин и с маслицем выносили. Веники-веники-веники-веники-повеники на печи валялись, а с печи оборвались. Ку-ку говорила, ку-ку говорила, я говорили, говорила. Веники-веники-веники-веники-повеники на печи валялись, а с печи оборвались. Тары-бары, ростовары, выпьем чай с самовара С ухарями, с гриндельками, с ушками, с водружками С пряниками вкусными, с пирогами русскими Чай с лакавой попьем, разговор мы заведем 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 Прекрасно, вот какие-то такие музыкальные Зарисовки из сельской жизни Весенний-летний период Здорово, задорно, прям захотелось почувствовать себя добрым молодцем Но давно уже я не молодец, да и добр бываю, увы, не всегда прекрасным Людмила, расскажите, вы воспитание вот этого юного поколения Как-то придерживаетесь действительно русских традиций И не только их учите правильно петь, и на музыкальных инструментах Рассказываете ли историю? Конечно, конечно, у нас проходят регулярно народные праздники Для родителей мы делаем вечерки, посиделки И вообще мы очень любим в доме нашем уютном, в доме детства и юношес номер 2 на Астраханской улице Любим в нашем доме петь, играть и рассказываем в традициях, обрядах Большое спасибо вам за эту просветительскую работу Единственное, что, Светлана Валентиновна, ну вот сейчас вот послушали Ну это такое вот, как сказать, популярное русское народное направление Здесь не так много вот этнических каких-то региональных особенностей Ну, Чеботуха записана в селе Шалинское Манского района От тамошних бабушек и ребята воспроизводят достаточно достоверно Вот конкретно этот кусочек Совершенно необработанную музыку можно будет услышать Но я не верю, что люди придут прям конкурс посмотреть Но 26 числа, заключительный концерт, начало в 2 часа в городском дворце культуры Там будет представлен и этнографический блок То есть коллективы, которые воспроизводят необработанный фольклор Прекрасно, ну что ж, время и место мы знаем Спасибо вам за участие и вот со всеми тебе праздниками недельными с Масленицей вас Ну а нам пора двигаться дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!